Мы, конечно же, говорим об открытии станции метро Чернышевская после ремонта. Таня, как там дела? Доброе утро, Аня. Ну, дела отлично, но на удивление не так много пока что людей. Видимо, не все еще осознали действительно, что Чернышевская вновь с нами в рабочем состоянии. Но вот если говорить об изменениях, которые здесь произошли, я сразу же обращу внимание на то, что была увеличена пропускная способность в станции метро, то есть сейчас сюда может пройти более 50 тысяч человек. Также здесь обновили входную группу, появились такие более мощные двери. И мы с вами можем еще также обратить внимание на то, что обновилось, конечно, и оборудование, например, кассовое. Вот как мы с вами видим, здесь такие новые появились экранчики информационные. И также, если мы будем прогуливаться по станции метро, можем заметить и новые информационные табло наподобие этого, где, кстати, уже в цвету отмечена и станция метро Чернышевская, как знак, что она работает. Мы дошли до турникетов, они здесь также установлены новые. Сейчас мы как раз через них пройдем и ознакомимся с другими изменениями, которые здесь произошли. Надо сказать, что вестибюр станции метро Чернышевской был построен в 50-х годах 20-го века. И здесь укрепляли многие конструкции, в том числе, пока проходили ремонтные работы, которые заняли два года. И вот мы с вами дошли до эскалаторов. Я думаю, что внимательные зрители, которые до этого активно пользовались станцией метро Чернышевской, уже заметили, что их число, количество эскалаторов увеличилось. Их было три, сейчас их уже четыре. Это была одна из главных тонкостей при ремонтных работах. Но также обращаю внимание, что исчезли светильники на длинных ножках, которые до этого здесь находились. Вместо них появились вот такие настенные современные осветительные оборудования. Ну и также добавлю, что в остальном, когда проводились работы, был сделан особый акцент на том, чтобы захоронить архитектурный и исторический облик станции метро Чернышевская, которая была открыта в 1958 году. И я всех поздравляю нас с этим обновлением, с тем, что мы вновь можем продолжить пользоваться этой станцией замечательной и выстраивать свои маршруты через нее. Ну все, едем сегодня на Чернышевскую.